Позицию жителей квартала поясняют гражданские активисты. Соседи боятся, рабочие могут окончательно уничтожить памятник архитектуры. Соседи дома Русова не пустили работников УКСа проводить ремонты по консервации или начать ремонт работы, потому что у этих людей не было с собой никаких документов. Ну это совершенно непонятно, почему люди, уполномоченные на проведение каких-то работ, не имели при себе документов. Выполнять первоочередные противоаварийные мероприятия доверили специалистам, которые уже занимались восстановлением памятников архитектуры, говорят в Горсовете. Правда, деньги на работы выделили с опозданием. Средства в объеме полтора миллиона гривен были выделены во втором полугодии этого года. Но в связи с обещаниями инвестора произвести консервационные работы за свой счет, эти деньги пока не используют. В связи с тем, что инвестор не приступил, мы приступили самостоятельно за счет средств городского бюджета консервации данного объекта. Сейчас специалисты должны демонтировать упавшие фрагменты и все конструкции, которые представляют опасность. Укрепить стены, закрыть оконные и дверные проемы. А также накрыть памятник архитектуры крышей в тех местах, где ее нет. Это позволит сохранить дом Русова до начала реконструкции. Сейчас, чтобы получить доступ к зданию, подрядчик обратился в ГАСКИ Управление охраны объектов культурного наследия. Мы или получим какое-то разрешение одной из этих структур, или получим письмо, в котором будет написано, что разрешение никакое не нужно, можно заходить и делать. Этот документ мы предполагаем передать вот тем представителям общественности, которые вот так недружелюбно, ну мне понятно вообще, на самом деле нас встретили. Владимир Суханов уверяет, несмотря на пугающий вид, здание еще можно спасти. Восстановить несущие конструкции фундамент не составит труда, главное финансы. Тем не менее, гражданские активисты из организации «Мой дом Одессы» решили обезопасить здание по-своему. Они ограничили вход для посторонних, поставили калитку и повесили замок. Дом Русова уже давно стал пристанищем для лиц без определенного места жительства и просто сомнительных личностей. Чтобы узнать, как и зачем сюда попадают люди, здесь установили камеры видеонаблюдения. Специалисты обещают законсервировать дом Русова в течение месяца. К работам приступят сразу же, как только получат свободный доступ к памятнику архитектуры. Валерия Наумова, Светлана Беркулова, Андрей Терещенко. Первый городской.